Корпоративная медицина, следуя рекомендациям Министерства здравоохранения, переходит на новый уровень взаимодействия с пациентами. Как театр начинается с вешалки, так любое медучреждение начинается с регистратуры. Её облик и функционал изменятся в первую очередь. Первый этап – это открытая регистратура. То есть произойдёт реконструкция, ремонт помещения. И вот этой регистратуры, к которой люди привыкли уже десятилетиями, не будет. Здесь будет открытая стойка рецепшн, за которой будут находиться регистраторы и работники колл-центра, которые будут принимать пациентов. Зона рекреации, как говорится, ожидание увеличится. Появятся посадочные места, где люди смогут ожидать своей очереди. По-новому будет организована и логистика движения карт. В руки пациента они попадать не будут. Записавшись на приём к врачу через колл-центр или регистратора, пациент в назначенное время приходит в кабинет врача. Карта уже ждёт его там. Производственные потери времени, как сотрудников медсанчасти, так и их клиентов, будут сведены к минимуму. Карточки амбулаторные, к которым так привыкли наши пациенты, получая их в регистратуре, теперь будут храниться на втором этаже в картохранилище. И когда пациент записался, информация будет поступать в картохранилище, карта НОШа, эту карточку, будет переносить непосредственно в кабинет врача. Пациент, получив талон, приходит в кабинет, где уже находится его амбулаторная карта. Дата официального начала реконструкции регистратуры – понедельник, 29 июля. Однако переезд медицинских карт в новое картохранилище начался заранее. Работа ведется параллельно. Пока монтажники завершают сборку стеллажей, сотрудники регистратуры на тележках подвозят первые партии карт. На второй этаж им предстоит поднять более 15 тысяч карточек, ничего не потеряв и не перепутав. Переезд, конечно, создаст временное неудобство, к которым руководство медсанчасти просит отнестись с пониманием. Тем более для пациентов открылся новый кабинет «Неотложки», где ведется прием без предъявления карты. В ряд кабинетов пациент может обращаться, минуя регистратуру. То есть это, я акцентирую, плановое флюорографическое обследование. Теперь не надо заходить в регистратуру и брать карточку для прохождения флюорографии. Не надо брать карточку для прохождения профилактических прививок. Сразу же обращаемся в прививочный кабинет. Не надо брать карточку. Если человек заболел остро, он обращается в кабинет, вновь открытый кабинет неотложной помощи. В кабинет до врачебного приема мы вводим для наведения, как говорится, порядка и очереди, вводим талонную систему. То есть пациент, если хочет оформить, как говорится, путевку, справку, он заказывает талон и ко времени подходит, его документы к этому времени готовятся. Администраторы медсанчасти уверяют, что в ближайшие 2-3 года переход от бумажных к электронным амбулаторным картам завершится. Эта перспектива не кажется фантастикой, учитывая, что уже сегодня половину больничных сотрудники в СМПО оформляют в электронном виде. Но вернемся к реконструкции. На время ремонта холла и превращения его в современный медицинский ресепшн регистраторы переедут в помещение гардероба. К осени, то есть к тому времени, когда раздевалка будет востребована посетителями, ремонт должен быть завершен.